Песни, которые мы любим. Песни, которые мы вспоминаем. Песни, которые живут с нами. Программа «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Всем большой привет, как всегда, друзья. Надеюсь, что с моей скромной помощью, конечно же, вновь сегодня мы говорим о книгах. А в сумрачное время, в суматушное время, в времена не выбирают, как говорил Александр Кушнер, и эта фраза его стихотворения стала для нас, наверное, сегодня очень значимой. Люди читают, да, люди читают даже там, где, ну, в общем-то, кажется, читать им сейчас, ну, никак не до книги, потому что книга, на мой взгляд, это лекарство. Ну, а если вы из тех счастливчиков, которые скоро отправляются в отпуск, почему бы в чемодан вместе с пляжными принадлежностями, ну, очка, очки, крем, наряды, да, это все нужно не забыть, почему бы не взять с собой в дорогу книгу. 22-й год, наверное, запомнится нам безумной войной, которую мы даже не представляли себе в 21 веке. Но если не скатиться в сплошной негатив и ужасы того, что сейчас происходит, я бы хотела сказать, что вот в наши последние два десятилетия, отходя от темы военных действий, появились совершенно замечательные праздники. То ЮНЕСКО является инициатором, то еще какие-то организации, а именно День объятий, День поцелуев, День собак, День кошек, День, естественно, дочерей сегодня. А несколько дней назад, 23 апреля, вот символическая для мировой литературы дата, это учреждение Всемирного дня книг и авторского права World Book and Copyright Day. В этот день, увы, в 1616 году, но все там будем, ушел Сервандес из жизни и Шекспир, но также это день рождения или смерти таких авторов, как Морис Дреон, помните, сдавали макулатуру на все его эти лилии королевские, я помню еще. Ну, в общем, запомните, 23 апреля отличный день, и вот вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже генеральная конференция ЮНЕСКО решила, уж коли столько в этот день или умерло, или родилось писателей, отдать дань уважения книгам и авторам. И вот решили культурно просвещать, а именно Всемирный день книги уделяется важное значение, ну, практически так же, как сейчас, наверное, уделяется глобальному потеплению. И поэтому различные мероприятия происходят, и вот в этом году Всемирный день книги прошел, объявил генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, объявила Гвадалахару, Всемирной столицы книги, 2022 года. Ну, а что вот в это входит понятие? Ну, в общем, вот эти города обязуются организовывать различные культурные мероприятия в течение года. То есть в городе Гвадалахара, ой, не выговорить, будут использоваться библиотеки, читальные залы, книжные магазины, издательства, и будут делать все, чтобы у любого человека, чтобы и старый млад получил хорошие книги, может быть, даже бесплатно. Будут литературные встречи проводиться, художественные проекты, и будут даже читать на местном радио стихи, что у нас, кстати, на радио Дэвидсон делается. Так что вот такой праздник у нас прошел в апреле, и вот год начинается, книжный год с 23 апреля. Можно сказать, такой Новый год для книг. Всемирный день книг авторского права объединяет издателей, писателей, представителей книг издательской промышленности с целью воздать должные книги и чтению, и способствовать их распространению на протяжении следующих 12 месяцев. Но вот до этого Мадрид был, Александрия, Нью-Дели. Будем надеяться, что и Нью-Йорк тоже будет. Нью-Йорка здесь нет, хотя вон и наши, о, Ереван был, и Турин. Ну, сейчас я об этом вам рассказывать не буду, а сразу же перейду к делу, а именно к книгам. И мне очень приятно, что многие из вас в моей страничке в фейсбуке спрашивают меня в мессенджерах, в мессенджерах что почитать, вот когда каникулы, когда выдалось время. И я с удовольствием с вами буду делиться и стараюсь сейчас находить такую не очень тяжелую литературу, чтобы люди могли отвлечься. Ну, а если вы спрашиваете, где найти время, времени у нас нет ни на что, поэтому, ну, укоротите немножко сон. Хотя это сон, это святое. И подумайте о том, что как вы проводите, не хочу не читать какие-то тут морализаторские речи, проповеди книжные. Ну, например, если вы проводите очень много времени, а мне кажется, только счастливчики работают рядом с домом, то я, например, делаю это в машине или в отпуске. И давайте мы начинаем. И еще раз говорю о том, что решила такую легонькую, помните, легонькая промышленность, легкую, легкую, легкую сегодня книжную light books вам порекомендовать. Ну, как неистребимо желание, мне кажется, неистребимо желание сказок, обязательно в вашей даже там мужской жизни обязательно какой-то любовный роман должен был промелькнуть. Но в конце концов, Дженейр, мне кажется, читали все, а может быть и нет. Я, например, когда приехала, читала Даниэлу Стил, когда учила английский, у нее там она больше ста книжек написала, все про любовь, все, конечно, там такое паточное, но легкий язык, поэтому читала с удовольствием. И вот уже, ну, скажем, такое чтиво более, чуть-чуть повыше уровнем, чем Даниэла Стил, не хочется никого обижать. Это Полин Сара Джорджо Моэс, запомните, Джорджо Моэс «До встречи с тобой» называется книга. И это английская писательница, родилась она в 1969 году, окончила Лондонский университет, и она полностью посвятила себя писательству лишь в 2002 году. До этого она занималась другими делами, работала в газете. Так что, если вы вдруг стали писателем, кстати, в прошлой передаче я рассказывала о Леане Мариарте, так она только вот после пятой книжки могла вот только сидеть и писать, да? Потому что не так, что вот сразу написать, ну, бывает, наверное, конечно, напишешь шедевры, можно дальше не работать. Но у писателей тоже без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ну, давайте вернемся к этой книге. Роман «До встречи с тобой» разошелся полумиллионным тиражом уже в первые месяцы после выхода. И книга вошла в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», была переведена на 30 языков. Читала ее на английском языке, очень легкий язык, я всегда хочу это подчеркивать, потому что иногда, ну, скажем, читаешь и вообще не понимаешь, на английском это или на португальском. И, конечно же, сразу права на ее экранизацию приобрела киностудия «Метро Голдвин Майерс», потому что, ну, такой живой, такие живые картины любви. И, конечно, я думаю, почему-то мне кажется, что писательница специально писала по сценарию. Вот я сразу же поняла, что обязательно будет снят книг, снят фильм. Луиза Кларк – главная героиня истории, у которой вроде бы вот все хорошо, и работа, и все, а потом раз, и все это исчезает. И история другого человека, который и жить-то не хочет. Ну, не буду тут спойлерить, но могу сказать, что, конечно, они встретятся. А что будет дальше? Ну, конечно, романтики хоть отбавляй. И, безусловно, вам захочется, наверное, прочитать и вторую, и третью книгу. Хотя я быстренько, экономя время, посмотрела на читательские отзывы. Сказали, что, увы, трилогия или следующие книги, они уже были не так хороши. Поэтому я вам предлагаю вот такую любовную, замечательную историю, а потом еще фильм посмотреть. Я, честно говоря, фильм не смотрела. Но если вы вот все-таки хотите отвлечься, убежать в мир счастливой любви, где справедливость, конечно же, восторжествует, и две половинки найдут друг друга, то это Джорджа Моэс «До встречи с тобой». И, ну, если будет время, с удовольствием, с удовольствием посмотрю фильм. Легко, приятно, позитивно, и только в книжках так бывает, все заканчивается хорошо. Жизнь наша показывает, что в нашей жизни не все так хорошо заканчивается. Не знаю, что меня потянуло вдруг вспомнить Джорджа Моэс. Читала я несколько лет назад, но мне кажется, сейчас у кого хандра или кто в беспокойстве о своих родных и близких там, думаю, что это будет совсем неплохо. Следующий у нас Кевин Куан на очереди к «Crazy Rich Asians». Еще раз говорю, ни Набоков, Хараками Ружди или Достоевский нет. Это Кевин Куан, он сингапурский писатель, известный своими сатирическими романами «Сумасшедшие богатые азиаты», «Китайская богатая девушка» и «Проблемы богатых людей». Кевин Куан родился в Сингапуре в престижной китайской семье, и его прадед был одним из основателей самого старого банка Сингапура «Китайско-банковская корпорация». А дед Куана был офтальмологом и стал первым специалистом, обученным за рубежом в Сингапуре. Куан учился в англо-китайской школе, затем он учился в университете Хьюстона, потом переехал в Манхэттен. В Нью-Йорке он приобрел опыт в мире искусства и стиля, работал в журнале «Интервью Энди Орхола» и «Марты Стюарт», и работал также на легендарные дизайнерские фирмы. Потом он основал свою творческую студию и обслуживал многих высококлассных клиентов, в том числе TED.com, МОМА, Музей современного искусства и The New York Times. Кстати, русские, наверное, сейчас будут во всех фильмах абсолютно негативно их показывать, но если мы вернемся в мирные времена, нам всегда показывали, как русские швыряют деньгами даже в этом последнем сериале про эту русскую аферистку. Даже вот эта картина папы, встреча с ее отцом, она тоже показывает. Будут последние деньги, но купить за 5000 долларов бутылку. Но если в плане роскоши и пыли в глаза, то, конечно, мне кажется, азиаты даже переплюнули в этом плане, в отражении в литературе и в сериалах. Вот это именно новоришество свое показывает, что нигде, говорят, писал арабский путешественник Ибн Батута, нигде в мире вы не найдете таких богатых людей, как китайцы. Я думаю, что сейчас это тоже соответствует истине, потому как если сериал, сейчас о сериале мы не говорим, но я тут в прошлой программе упомянула сериал «Эмилиэн Пэрис», и, как вы помните, ее богатая подружка китаянка, которая скрывает, что она богатая, если вы помните эпизод, когда ее богатые китайские подруги приезжают, она работает няней, ей как-то надо все это скрыть, и что там происходит в ночном клубе. Не буду говорить, но пользуюсь служебным положением. Еще раз напомню, если любите французский язык, хотите отвлечься от того, что сейчас на черном фоне жизни происходит, то «Эмилиэн Пэрис», как раз «Эмилиэн Пэрис» – тот сериал, который нужен. Но давайте вернемся к Китаю. Ну, в общем, посудачить о чужих деньгах любят везде, в том числе и в Китае. И вот эта книга рассказывает о том, о главном герое Нике, который проживает в Америке, работает университетским преподавателем, в два года встречается с Рэйчелом. И вот его лучший друг приглашает его на свадьбу в Сингапуре, откуда родом, и Ник, и он зовет Рэйчел с собой. Только вот он не рассказал ей, какая у него семья. А как оказалось, он родился в богатой семье, безумно богатой. И родители, и бабушка-консерваторы, яркое, немыслимо яркое кино. И я думаю, что Кевин Кван действительно знает этот мир богатых людей. Азия, ну, по крайней мере, для меня, может, у нас здесь есть специалисты хорошие по Азии. И для меня это все-таки больше закрытая книга, не такая, как Европа, не такая, как Россия, Украина, не такая даже, как Америка или Канада. Поэтому мне понравилось, как он описывает все эти обычаи, очень много ситуаций таких юморных. И фильм тоже достойный, яркий, красивый. Смотреть или не смотреть, ну, я могу сказать, что очень вот у многих моих коллег, работая в американской школе, вот очень у многих коллег такие смешанные браки или дети встречаются с корейскими девушками или парнями, с китайскими. И во время ланча, помимо того, то есть мы все любим свою работу, но еще больше любим обсудить, кто куда поедет, когда следующий праздник и так далее. Но помимо этого иногда вот мы так раз, и у нас перемена, не перемена, а окно, да, пролетает, потому что мы обсуждаем вот эти культурные традиции. И, как всегда интересно, мне очень всегда интересно, как русскоязычные родители принимают вот этих корейских девушек-парней, китайских девушек-парней. Ну, есть и другие смешанные браки. Мы прекрасно знаем, что мы с вами в Нью-Йорке, ну, скажем так, находимся в таком плавильном котле. Поэтому, ну, и еще раз говорю, яркая книга, яркий фильм, богатые, богатые, crazy, rich Asians. Можно читать на русском, есть в интернете и есть, по-моему, в продаже тоже. Бог, амазон вам в помощь или не знаю, где вы покупаете книги. И мы переходим к книге номер три. Как делается кино. Небольшая книженция. Сидни Лю Мэтта. Одного, мне кажется, из прекраснейших режиссеров. Потому что, если тебя начинают копировать, значит, ты действительно что-то сделал в жизни. The 12th Angry Man. Вот Михалков разродился такой фильмом «12». Это, конечно, все сюжет с Лизой. Но не сюжет, а основная канва Сидни Лю Мэтта. И «Убийство в Восточном экспрессе», одно из моих любимых произведений у Агаты Кристи. Все это Сидни Лю Мэтт. Опять же говорю, если вот юное поколение, ваши дети, ваши дети, или, может, вы сами хотите снимать кино, эту книженцию я очень тонко рекомендую к прочтению. Потому что без пафоса, без самолюбования пишет Лю Мэтт о своем деле всей своей жизни, о кино. Поэтому прежде чем думать, как заработать миллион на сценариях, я помню в бытность нашей передачи с Сергеем Рахлиным, «Царство ему небесное», ушел он недавно от нас, меня просто одолевали. Да его тоже люди с просьбой передать сценарий в Голливуд. То есть передать сначала мне, потом Сереже. То есть у людей было представление, что гуляет он, и так раз через забор знаменитости сценарий закидывает. Все это абсолютно не так. Поэтому как вот достичь чего-то в жизни, если ты любишь вот именно кино, тонкое абсолютно понимание профессии, а самое главное уважение к труду операторов, костюмеров. Вот это вот человек старой школы. Вот действительно уважение. Я не знаю, сейчас вообще «Оскар» особо не смотрят. Решили убрать какие-то незначительные номинации. Но мне кажется, все это значимо. И костюмер, и дизайнер, и вот любовь к искусству, уважение к людям искусства. Все это есть в этой книге. Но самое главное очень подробно он написывает. И я когда-то вечно я пытаюсь сесть на диету. Знаете, ну диеты у меня такие серии, чтобы еще съесть, чтобы похудеть. И я из его книги, из этой «Почерпнула» очень хороший рецепт, к которому иногда прибегаю. То есть я вот всегда, когда смотрела там, допустим, площадки, все. То есть ведь в Америке профсоюз. Даже если у тебя мало-мальски какая-то роль, если ты принят в профсоюз актеров, все равно у тебя там и авторские отчисления, и все. Но, правда, работать – это корпорация, как часы. На одну минуту опоздал – все. Тут вот актер знаменитый Козловский, он рассказывал, как он работает в Голливуде и как он работал как режиссер в России. То есть говорит, но у нас кто-то не пришел, кто-то после перепоя, у кого-то голова болит, кто-то не подъехал на площадку. Вот это так делается кино, увы, там. А здесь это такая четкая организация. И тоже он рассказывал какой-то эпизод. Ну, посмотрите интервью, если вы захотите. Что его просто поразило. Действительно, все очень четко. И плюс очень четко, между прочим, процесс вот еды. И вот куча там булочек, кофе. И, конечно же, артисты особенно стараются быть в форме. И это, наверное, не едят. И вот Сидней Люмет, он придумал такое для себя. То есть он хотел съесть сэндвич. Что он делал? Он не брал вот эту булочку. Бейкл или бейклы, наверное, все-таки делают у нас. Хорошо, скажем так, сэндвич, да. Он брал, и этот сэндвич уверял себя, что он ест с булочкой или с хорошим хлебом. А на самом деле у него был только лист салата, лист сыра и лист, допустим, ветчины. Ну, вот я как-то почерпнула такой рецепт. Но, к сожалению, все-таки булочка или хлеб иногда присутствуют. Вот хлебу неравнодушно я. Итак, как делается кино? Книга Сидния Люметта. Мэйкин муви. Это очень небольшая книга, которая, мне кажется, вам, ну, во-первых, подарит встречу с интересным человеком. Во-вторых, вот если хотите идти на этот трудный, тернистый, но такой путь к съемкам кино, очень-очень рекомендую почитать. А еще я страстный книгачей, друзья, и хочу книголюб. Хочу сказать, что как здорово было бы, если бы мы приучили детей читать. Но гаджеты, гаджеты, это, конечно, нечто. И посмотрите, миллионные просмотры. Дочка у меня смотрит какого-то там дядьку такого, ой, забыла, как его зовут. В общем, он бегает, совершенно сумасшедший. И там то булки печет, то еще что-то. И подобное тоже. То есть на Ютьюбе, особенно, мне кажется, во времена, когда мы сидели дома практически два года, вот просто как на дрожжах выросли миллионеры. Кому война, а кому и мать родна. Конечно же, я знаю, что, может, уже набила оскомину вам со своей любовью к детективам, но что делать, если это мое такое guilty pleasure? Не могу я без этого обойтись. Жалко, правда, что только хорошо бы только в книгах осталось. Кровь, убийство, а не в жизни. Ну, давайте все-таки убежим в книжную страну и поговорим о том, что детектив-то уже существует, боже мой, сколько лет? 20 апреля, опять про апрель. То есть 23 апреля вы запомнили, что это день книжный такой Новый год, день книги. Только что у нас здесь прошел в субботу. И еще апрель гораздо на такие вот событийные книжные даты, потому что 20 апреля 1841 года впервые в журнале вышел детектив Алана По «Убийство на улице Морг». 20 апреля 1841 года. Боже, сколько лет-то утекло. Ладно, сейчас считать не буду. Я гуманитарий, с математикой у меня совсем плохо. Но вот вычислить, кто где убийца, я иногда умудряюсь так очень быстро. И уже вижу, кто кого что забрал, кто кого что позаимствовал, сюжеты и так далее. Есть авторы, которые не скрывают, например, что идут по следам Агаты Кристи. Мое открытие этого года, это, конечно же, Энтони Горовиц. Абсолютно понимаю, почему к нему пришли наследники Канан Дойля и сказали, пиши, дескать, нам про Шерлока Холмса продолжение. «Дом из шелка» я еще не успела прочитать, просто нет времени. Но, как всегда, я кто о чем, а я по-прежнему о детективах. И сегодня я вам рассказываю о Доната Коризе. Очень яркий автор. И рассказываю о его последней книге. Но вернусь в следующих передачах. Я вернусь и к предыдущим, потому что не оторваться. Может, потому что он еще и фильмы снимает. Снял он, по-моему, два фильма по своим произведениям. Но самое главное, что он итальянский писатель, сценарист, драматург, журналист и режиссер. Самое главное, это, мне кажется, очень важно. Он закончил университет по специальности юриспруденция. Специализировался в криминологии и изучении поведения. Проработал адвокатом, сменил поле деятельности, стал писать сценарии. И вот его трейлер, самый знаменитый подсказчик, сразу после выхода лидировал в списке бестселлеров. Был переведен на 11 языков, а подсказчики не сегодня, а сегодня один из его последних детективов, Дом голосов. Вот об этом я хочу поговорить. Это новый бестселлер доната Коризи. И хочу сказать, что вообще сейчас очень много вокруг гипноза. Ох, боже, Инсомния. Вот сериал Инсомния я смотрела с Гошей Куценко в главной роли. Там гипноз, по-моему, в Триггере тоже, где герой Матвеева, по-моему, тоже там с гипнозом что-то было связано. Но, в общем, как-то гипноз сейчас вылился на экраны. Вот отсчитывает этот человек. Один, два, три, четыре, пять. И погружается вместе с вами в тайну. Спойлерить не буду, но Джербер, Пьетро Джербер, он психолог, это главный герой книги. Его специализация гипноз. Все его пациенты, это дети, с которыми когда-то что-то случилось, они перенесли травму, стали свидетелями драматических событий. И вот вдруг, с другого конца света позвонила коллега, тоже психотерапевт, и попросила разобраться с одной пациенткой. Говорит, она уже у вас в Италии, пожалуйста, ей необходим лучший психолог. А кто лучший психолог Флоренции? Наш герой. Из первых страниц автора завлекает читателя в мир полный тайн секретов прошлого. Такая мрачная атмосфера создается. Очень, между прочим, интересная. Я хочу сказать, что была в отпуске, и иногда в отпуск вообще хорошо. У меня никогда нет плохой погоды, тропические ливни. Даже из Нью-Йорка мне звонили друзья и говорили, даже в новостях, что у вас тропические ливни. А у меня в этом плане все спокойно. Но сразу же дочка смотрит этого упомянутого в Липе, этого дядьку или какие-нибудь мультфильмы. А я все прошу ее. Кузичи Хвостик! Это такая совершенно чудесная энциклопедия. Доченька, посмотри Кузичи Хвостик. Ну, Кузичи Хвостик гениальный, на мой взгляд, гениальный аудиосериал для детей и замечательный мультфильм. Она не смотрит, а вот смотрит всякую чушь. Но ладно, в отпуске можно. И я, значит, тропические ливни, не беда, стала слушать Доната Коризи, Дом голосов. Так закрутил. Ох, как закрутил. Прямо вот чувствуешь это. Но потом вот, мне кажется, все-таки, когда ты уже... А может, вам понравится, я не знаю. То есть это, мне кажется, не самая лучшая вещь Доната Коризи. Ну, если по пятибалльной системе за первую часть книги, даже за первую, за 70% книги я ставлю оценку 5+,+,+,-плюс-плюс-плюс. А потом отвлекся, устал, стал следить за другими событиями и списался. Я не говорю, что плохо, но мне казалось, что должно быть кульминация, возрастать, возрастать, возрастать. И потом бах. Вот этого бах как-то со мной не получилось. А может, я просто переела детективов. Потому что, например, я обожаю оливье. Я могу оливье или жареную картошку есть всегда. Так вот, в какой-то момент, когда очень много оливье или жареной картошки, я понимаю, что я уже этого не хочу. Хотя это же мои самые любимые блюда. Вот мне кажется, что, может быть, я немножко переела детективов. Не разочаровал меня Дон Коризи, Дон Голосов. Особенно первая половина книги рекомендую. Особенно если вы любите гипноз и такое вообще непонятно. Вдруг появляется семья в наше время. Вот в наше время. И мы понимаем, что они существуют. И они бегают по каким-то болотам. Они от кого-то скрываются. И мы понимаем, что такое возможно. И вот с маленькой девочкой. Девочка думает, что убила своего братика. Все это выслушивает этот психолог под гипнозом вот у этой пациентки, которая приехала из Австралии. А кто была та тетенька, которая звонила из Австралии? В общем, все это вы узнаете. Если прочитаете книгу Доната Коризи, Дом Голосов. Если хотите его какие-то вещи предыдущие почитать, тоже рекомендую. Если вы такой же страстный любитель детективов. Потому что еще раз говорю, это пишет человек, который сам, который сам знает криминологию, адвокатом был. И до этого учился на юриста не понаслышке. Хорошо. И следующая книга, номер пять, это «Шудог. Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем». Я все-таки рекомендую слушать по-английски или читать по-английски, потому что русский перевод «Продавец обуви» мне совсем не нравится, потому что «Шудог. Почему так названа книга?» Есть этому какое-то объяснение. Поэтому я все-таки, если вы языком владеете, рекомендую на английском читать, ну, в общем, как вот человек, который сейчас, ну, кто не знает Nike, «Just do it», кстати, откуда появился слоган, тоже вы узнаете, Фил Найт рассказывает свою историю. Он занял у отца 50 долларов и решил открыть собственную компанию, недорогую, обувь из Японии импортировать. Как бы не так. Японцы быстренько сказали «нет, нет, нет, ничего не получится». И получилось. Сегодня годовой оборот компании Nike составляет 30 миллиардов долларов. Ну, а пара Nike найдется в шкафу у каждого подростка, а может быть, даже президента. Как я говорю, что у нас такая айфоновская демократия. У всех айфонов. Я вот даже была в Доминиканской республике. Тоже все там, весь обслуживающий персонал с айфонами. И у всех айфонов такая же у нас демократия из компании Nike. И вот этот такой рассказ, наверное, бесценный опыт. Все-таки это человек, который сделал себя сам. То, что в Америке называется «человек, который сделал себя сам». Немного, может быть, меня как отвлекали немножко иногда такие экскурсы, достаточно коротенькие в бизнес какие-то планы, как все это делалось. Но вообще очень-очень интересно, а самое главное, у кого, у нас у каждого есть мечта, если наша мечта не осуществилась, есть мечта у наших детей. Вот этот человек, который сказал себе «Вижу цель, не вижу препятствий». Я, между прочим, живу так же абсолютно в жизни и могу сказать, что поставила себе пару целей в жизни и можно, не буду рассказывать, какие у нас передачи о книжках, и могу сказать, что все получилось. Поэтому главное, если действительно как бы это банально не говорила, мечта, которую ты сакрально хранишь, лелеешь, ты можешь действительно изменить все вокруг, изменить себя и вот, допустим, стать миллионером. Небольшая книженция, шоу-дог, продавец обуви, история компании Nike рассказана ее основателем. Если вы захотели почитать что-то небольшое, мотивирующее, то это не просто какой-то тренер, коуч, который может быть тоже достоин внимания. Вот, например, я люблю слушать Хакамаду, да, такой интересный путь, такая отвлеклась немного. Но есть же еще масса таких каких-то непонятных людей, которые начинают нам говорить о том, как нам жить. И думаешь по Станиславскому, но не верю. Но вот, Филу Найту, я верю, история создания его обувной империи. Небольшая книга, очень рекомендую. Так, не пора ли в нашей уютной комнатке перейти из книга дивана? Вот здесь должна была бы быть такая картинка. Вот, можно, у нас передача еще идет на Артеен, можно, пожалуйста, дорогой продюсер поставить вот такую какую-нибудь уютную картиночку вот прямо вот здесь книга дивана около полок книжных, а здесь кинодиван. Давайте-ка по кино пройдемся. Только не убивайте. Опять про любовь. Начинала с этого Джорджо Моэс до встречи с тобой, начинала с этого, и теперь сериал, о котором я уже говорила. Ну, вы можете себе представить, что, во-первых, этот сериал я проглотила, проглотила и даже решила читать книги. Шонда Майерс, что я говорю, Шонда, с именами у меня всегда плохо, Шонда Раймс, продюсер сериала, которые банальные, ну, скажем так, банальные книжки про любовь. Она встретила своего принца, они поцеловались, потом из них все было хорошо, они умерли в один день. Так вот, девушка по имени Джулия Куин написала таких восемь книжек про семью Бриджерстон. Я этот сериал не смотрела и, ну, стала читать в отпуске эту книгу. Полная, такой клубничный сироп, это что-то. Но мне очень понравился сериал. И как, во-первых, Шонда Раймс я поняла, почему Netflix подписал с ней контракт. 150 миллионов долларов. Вы можете себе вообще представить эту цифру? Ну, у меня, как у героини Островского, что больше тысячи, то мульон, но я, даже я понимаю, что 150 миллионов это очень много. Во-первых, ну, когда я стала читать книжки, боже мой, потому что, ну, я не могу ждать 23-го года, когда выйдет третий сезон. Поэтому, значит, в тропические дожди я стала читать эту вторую часть, потому что на первую очередь у меня еще 6 недель. Викон, который любил меня. Ну, конечно, такой сироп просто, сироп, уши вот вслиплись. Но, давайте все-таки вернемся к сериалу, в школе это, к кинодиван. Шонда Раймс, что она сделала? Из банальной любовной, любовной такой трилогии, хотелось сказать, 8 книг, 8-логии, нет такого слова. Что она сделала? Она сказала, что это будет современный, вот эта новая этика, которую сейчас, конечно другие передачи будут об этом говорить, все хают. Она что сделала? Она пригласила, во-первых, музыка, вы слышите на подтоне Five Maroons, Billie Eilish, Miley Cyrus, Madonna, то есть звучат современные треки. Во-вторых, общество, да, там 18 века, и вы видите всех там афроамериканцев, индусов, и вы говорите, не было такого, не было, да никто не претендует, что было. Она эту новую этику повернула на службу этого сериала. Он красив, он безумно красив, и я даже расстроилась во второй части, потому что в фильме же, помните, да, что в фильме у нас индусы, семья индусов, семья Шарма, а в книжке это семья Шеффилдов, но если вы так же, как и я, подсели на этот сериал, то можно почитать книженцы, очень, кстати, легкий английский, такой, такой, но все-таки это, конечно, не книга. И когда я увидела героиню первого сезона у Джимми Феллона, у Джимми Феллона, потому что обычно мужчины говорят такие, ну вот как Дима, они говорят, мы не смотрим это, мы это не читаем, а на самом деле Джимми Феллон ей говорит, спасибо, вы скоротали наши дни своим первым сезоном, пока была корона. Я очень жалею, что во время нашей, ну мне было чем заниматься, но что я не знала, что такой прекрасный сериал идет, но тут же, как мне нравится эта песня, сразу же вспоминаю сериал, вот второй сезон только вышел, тоже я его посмотрела, и Джимми Феллон говорит, спасибо, спасибо, значит, потеряла, потеряла я мысль. Так вот, Татьяна Толстая, она устроила такое, то есть вот этот хейт, вот эта ненависть в Фейсбуке, она написала, да как можно было, да что это такое, королева черная, и главный герой, значит, афроамериканец, ну он вообще, между прочим, метис, такой мужчина, вам скажу. Я даже немножко разволновалась, и семечки в сторону отставила, потому что там такие, понимаешь, шли сцены. И вот она такое написала, и люди пишут, недостоверно, да Шонда Раймс, она не хотела достоверно, она хотела красиво, здорово, и чтобы люди могли немного забыться. А вот это вкрапление гениальное, самых вообще почитаемых современных поп-идолов, это вообще круто, я хочу сказать, поэтому смотреть, смотреть, смотреть. Другая очень знаменитая критик, Марина Кувшинникова, она ей ответила, я сказать, это Татьяна Толстая, вы расистка, вы то, сё. Но, понимаете, умные люди иногда молчат в социальных сетях, потому что стоит тебе что-то сказать, поделиться, как начинается такое вообще, поэтому я стараюсь не комментировать, поэтому смотрите, то, что нам подарила Шонда Раймс, два сезона этой семьи, будет, я так понимаю, ещё про вот эту необычную королеву, которая всё табак нюхает, если вы знаете, о чём я, и вообще, вот если сейчас, что называется, голова свистит, и от количества негатива, который, к сожалению, реален, который, к сожалению, мы не сами себе это придумали, два года отсидели мы в этом, господи, вот я как думала, эмиграция, самое тяжёлое прошло, какое там, два года в карантине, а сейчас, такие страшные события, страшные, но даже если вы очень вовлечены, вы не можете всё время быть в этом поле, поле этого ужаса, поэтому отвлекитесь, почитайте, люди, даже там, я видела, в бум-убежищах читают, отвлекитесь на вот этот замечательный сериал, и если хотите, можете почитать книжки Джулии Куин, очень лёгкие английские, но мне всё-таки кажется, что Шонда Раймс, вот этой новой этикой, вот этим вкраплением всего этого, и плюс музыкальных исполнителей, сделала просто что-то потрясающее, если не смотрели, я вам, как говорится, завидую, но вот как всегда, я приготовила ещё кучу книженций, и даже фильмов, но не успею, наверное, уже об этом рассказать, и хочу сказать, что следующий, третий сезон Бриджертонов, наших любимых, выйдет уже в 23-м году, будем поглощать его, ну, наверное, в Новый год, да и будем, доживём под Оливье, и селёдку под шубой, я желаю вам не терять бодрости, духа поддерживать близких, ждать их здесь, если кто-то должен приехать и читать книги, читать книги, слушать, потому что это такой побег из столь прекрасной, всё равно прекрасной жизни, и если мои рекомендации вам пригодились, то я считаю своё дело выполненным. Песни, которые мы любим. Песни, которые мы вспоминаем. Песни, которые живут с нами. Программа Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Субтитры создавал DimaTorzok